А давайте так, пока зритель разглядывает, как бежали лыжную гонку, уже четвертую по счету и считай традиционную, мы расскажем о Конфуции. Конфуций, хоть и не русского племени, говорил как будто в назидание нашему брату, проживающему в России. Говорил он, что без ритуала самое государство может треснуть, может случиться в нем смута, бардак и помутнение мыслей у граждан. Именно поэтому для сохранения вселенского порядка вещей и их правильности каждому необходимо следовать ритуальным правилам. Мы рассказываем об этом потому, что очередную гонку в память об инструкторе-лыжнике и разведчике Федоре Давыдове сами мы не очень-то приравниваем к спортивному состязанию. Да, гонка, да, на время, но все ее участники несут не просто номера на груди, а номера тех лыжных батальонов, которые здесь когда-то полегли. Полегли из-за чудовищных ошибок командиров и из-за вгрызшихся в Болховскую землю немцев. Оборона у них здесь была, ого-го, и надо было ту оборону вскрыть. Вы сегодня пойдете не просто на лыжню, вы пойдете в бой, а бой этот за сохранение исторической памяти, памяти несравненного подвига нашего великого народа. Это еще раз свидетельствует о том, что никто не забыт и ничто не забыто. Так вот, возвращаясь к началу гонки и к ее старту, устроители специально так делают, раздают спортсменам номера лыжных батальонов, потому что гонка эта не заради места на пьедестале, а чтобы заявившиеся студенты, представляющие свои учебные заведения, и личники, приехавшие по случаю, и делегаты, скажем так, от трудовых коллективов, вспомнили подвиг тех солдат и помянули их необычным способом, пройдя по маршрутам, по которым бежали еще в 42-м. И получается, что эта лыжная гонка больше, чем гонка. И да, она проводится из года в год и собирает все больше народу. В этом году три маршрута, 5, 7 и 12 километров. На одном маршруте 35 человек, 5 километров. На маршруте командной гонки 8 команд. В личной гонке участвует 9 человек. В этом году гонка расширила свою географию. Еще в четырех регионах она стартовала. Это Пензенская область, это Архангельская область, это Донбасс, это Кузбасс. И вот стала эта гонка не столько спортивным соревнованием, сколько уже и ритуальным. В таком же смысле, в каком ритуалом является парад победы или, например, марш бессмертного полка. Ну а теперь добавим в этот сюжет фактов. Проходит гонка на Кривцовских высотах, там, где враг губил наших солдат тысячами. Маршруты проложены по местам боев. На каком-то КП надо было развести костер на другом контрольном пункте, оказать медпомощь раненому на третьем КП, бросай гранату, а тут стреляй. Так гонка превратилась в урок военной истории и НВП. И с этим помогли поисковики, расположившиеся в одной из палаток с музейной экспозицией. Данный экспонат был нами найден в нашем блиндаже. Во всей видимости, наш боец из трофейного кортика немецкого сделал подобное крупное творчество для резких, возможно, каких-то пищевых продуктов. Это был немецкий пехотный кортик офицеров вермахта. И вот в честь кого эта гонка названа – Федор Давыдов. Это горноспасатель, стахановец, лыжник-инструктор, разведчик. Легендарный человек, совершивший два крупных перехода – Магадан-Хабаровск, длиной более 4000 километров, и Кузбасс-Донбасс – более 4500 километров. Погиб в составе 235-го отдельного лыжного батальона, в котором был командиром отделения. Внук того, в чью честь названа гонка, помогает в ее организации. Проводится она поисковиками из объединения «Костер» при участии благотворительных фондов «Победа» и «Новотранс-5П» и при поддержке чиновников разных званий. Были и награды, и почести, и снова воспоминания о тех, кто на соседних полях чуть ли не вечность лежал в повалку после неудачных атак, а местные жители ходили к ним за дровами. Два года топили с лыжами. Так вот, про ритуалы. Конфуций говорил не о механическом повторении каких-то обрядовых действий, а говорил он об особом переживании, связанном с отправлением ритуала, о переживании, которое соединяет мир этот и мир предков, о переживании, даже позволяющем из разряда маленького человека дорасти внутренне до благородного мужа, и все благодаря ритуалу. Такая она, восточная философия, как будто выдуманная для этой вот гонки и всех ее лыжников, тех, что касаются мира и славы предков. Сергей Быковский, Артем Горохов, телеканал Первый областной.